Всем привет! Сегодня я хотел бы показать вам интересную программу, представляющую себе защитную оболочку для вашего дома. Ну, мы для примера построили вот такой вот фасадик дома. У этого дома имеется входная дверь, а рядом с ней имеется вот такой вот небольшой экранчик, где отображен кодовый замок. Ну, собственно, как и любой кодовый замок, вы вводите на нем какой-то пароль. Так, один, два, три, четыре, пять. Нажимаете клавишу подтверждения, и дверь открывается. То есть это пароль верный. Через некоторое время дверь сама закроется. Если вы введете неверный пароль, так, нажимаете клавишу, у вас открывается ловушка перед ходом, и ваш, скажем так, противник будет сгорать в лаве заживо. Также здесь можно менять пароль. То есть если вы ввели верный пароль, один, два, три, четыре, так, пять, у вас есть несколько секунд, чтобы нажать клавишу С, и быстренько сменить пароль на любой, на который вы пожелаете. Ну, допустим, на один, два. Вот так вот. Нажимаем, пароль изменен. У нас написано ОК. Теперь если мы введем один, два, пароль будет верный. И дверь, собственно, открывается. Значит, в чем преимущество такого замка? Ну, начнем с того, что это всего лишь экран. То есть это не компьютер, и злоумышленник не сможет никак его взломать, то есть не сможет изменить исходный код программы, посмотреть пароль или что-то там вроде. Сам компьютер будет располагаться у вас, скажем, в доме где-нибудь в подвале, на чердаке, ну, или как вот здесь, на втором этаже у меня это сделано. Значит, как вообще работает программа? Если мы вводим верный пароль, то компьютер излучает Redstone сигнал с одной стороны, либо здесь, либо здесь. Вот, если пароль верный, то здесь, а если пароль неверный, то здесь. А вот это всего лишь беспроводной передатчик, то есть вы, в принципе, можете взять обычный Redstone и подключить вашу дверь, скажем, вот таким вот, самым обычным способом. Но я сделал через беспроводную сеть, потому что так будет проще. Вот здесь находится беспроводный приемник данных, он просто активирует дверь. Давайте покажу. Так, вводим пароль 1, 2, нажимаем, он принимает сигнал, и дверь активируется вот таким вот образом. Ну, ловушка-то самая стандартная, чем проснимает, даже не будут показывать, как ее делать, это все прекрасно знают, наверняка. Тут тоже имеется беспроводный приемник данных, так, вот он, который активирует через факел красный, активированный нашу ловушку. Значит, как вообще работать с программой? Ну, давайте покажу, как ее можно загрузить. Давайте снесем этот комп нахрен, поставим новый комп. Так, поставили. Обязательно подключаем к нему проводной модем, и подключаем, естественно, через, ну, как бы, через провод к монитору. Провод находится вот здесь, вот, то есть он, как бы, тянется-тянется наверх и подключается к компьютеру. Так, значит, чтобы поставить эту программку, необходимо ввести код, опять-таки, как обычно, ссылка будет в описании. Через инсталлер у нас ставится наша операционная система на компьютер, и ставится, в том числе, среди прочих программ, вот эта программка кода и двери. Сейчас покажу. Так, все установлено. Вводим сочетание букв ОС. У нас открывается наша операционная система. Значит, среди всех прочих приложений здесь имеется приложение коды ДОР. Оно находится либо на рабочем столе, либо в папке Applications, там по случаю, как получится. Значит, запускаем приложение, написано Program Started, и теперь вы можете вводить, соответственно, клавиши. По умолчанию пароль равен 1, 2, 3, 4, 5. Вы можете изменить его на какой вам угодно. Значит, еще не все. Чтобы выйти из программы, необходимо нажать клавишу Enter. Так, нажали. Выходим. Значит, где хранится пароль? Пароль хранится в папке System. Папка где-то тут находится. Так. Так, коды ДОР.CFG. Не папка, а просто файлик. Нажимаем клавишу Edit. И у нас здесь есть различные параметры. Значит, пароль у нас 1, 2, 3, 4, 5. Можно сдать какой угодно. Redstone Site. Это откуда будет излучаться Redstone сигнал, если пароль верный. И Redstone сторона, если пароль неверный. То есть, либо Left, либо Right. Это как бы стороны компьютера. То есть, можно сделать Top, можно Bottom, можно Front, можно Back. Door Open Time. Это время, в течение которого дверь будет открыта. То есть, ну, секунд. Можно выставить 10 секунд, если хотите. Можно выставить 2 секунды. Ну, это чисто по желанию. Так. Hide Password. Это дополнительная опция, которая просто вот так вот. Сейчас покажу как она работает. Сохраняем. Выходим. Так. Возвращаемся назад. Запускаем коды ДОР. И если вы будете вводить пароль, то никто из ваших, скажем, товарищей не сможет посмотреть ваши введенные пароли. Это просто делаем дополнительно для вашего же удобства. Вот так вот. Нажимаем. Дверь открывается. Все прекрасно. Собственно, вот такая вот программка. Ну, и плюс ко всему прочему, я еще проапгрейдил нашу операционную систему. Теперь тут можно смотреть характеристики файлов. Вот. Это просто кому интересно. И можно также искать различные файлы на компьютере. Давайте выпустим видео коды ДОР. И открываются все сочетания, скажем так, которые совпадают с введенным вашим значением. Всякие коды, тут прочая хрень. Никому не нужная система. И отсюда также можно запускать папки, смотреть папки и прочую фигню делать. В общем, вот так вот. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это устройство или эта программа, скажем так, найдет применение в ваших домах механических и прочих таких вот ухищрениях. Всем спасибо. До свидания.